Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! Продолжаем готовиться к Пасхе. И сегодня с вами готовим просто вкуснейшую шоколадно-карамельную Пасху без сахара и сахзама. Карамельный вкус у нее благодаря финикам. Причем, кто не любит финики, то вы не почувствуете, что это именно финиковый вкус. Здесь из-за сочетания продуктов он кажется именно карамельным и нежным. Для начала нам понадобится творог. У меня был 2% творог для сырников. 250 грамм. Все сразу я отправляю в измельчитель. Добавляю сюда же мягкий творог. У меня был 0%. Отлично, подойдет 5%. Выбирайте по своему вкусу. Я не люблю сильно такую однородную Пасху. То есть меня не напрягает, если остаются какие-то крупинки. Добавляю сюда же шоколад, растопленный в микроволновке аккуратно, импульсом. Единственное, смотрите, чтобы у вас творог был комнатной температуры, потому что иначе шоколад тут же схватится комками, и вы потом его просто не промешаете до однородности. Добавляю кокосовое масло, можно мягкое сливочное. И сюда же отправляем финики. Нужно взять самые мягкие и сладкие финики из магазина. Вес уже без косточек, промываем их и отправляем к творогу. Все хорошо пробиваем блендером. Смотрите, возможно, придется пару раз открыть крышку и помочь массе перемешаться, потому что объем большой, и нам нужно, чтобы все хорошо промешалось. Но я не промешиваю до однородности. Мне нравится, когда остаются небольшие кусочки финичков. Это очень красиво смотрится при разрезании. Далее у меня была небольшая формочка для пасхи. На ней указано, что она на 500 грамм, поэтому ориентируйтесь там по своим формам. Прокладываю ее двумя слоями марли, смоченной в кипяченой воде обязательно. И аккуратно выкладываю сюда всю массу. У меня пасочница будет заполнена не полностью, но такого размера пасхи мне на семью вполне достаточно. Больше нам не нужно, мы просто не съедим. Поэтому, если вам нужна полная пасочница, то увеличивайте количество ингредиентов примерно на треть, либо на четверть. Аккуратненько все закрываем сверху марлей и формируем ровное донышко, чтобы когда вынете из формы, пасха была устойчивой и ничего бы не развалилось. Прокладываю сверху вот такими кондитерскими подложками и устанавливаю сверху яблочко. У меня пасха-ночь стояла в холодильнике, но на самом деле уже примерно через 4-6 часов она вполне готова для того, чтобы вы сняли форму. Убираем в холодильник. По необходимости сливаем сыворотку, если это нужно, следим за ней. У меня пасха-ночь стояла в холодильнике. Снимаю форму и смотрите, нужно быть очень аккуратными, чтобы не повредить нижние края, нужно марлю очень аккуратно снимать, потому что нижние уголочки вот эти вот очень хрупкие и их легко повредить. Поэтому аккуратно все снимаем. Украсила я детским фруктовым творожком без сахара, посыпала сублимированной малинкой. И повторюсь, вы получаете очень вкусно, сладенькую, нежнейшую просто пасху. У нее отличная консистенция, никакого лишнего масла в составе, никакого сахара или сахзамов. И просто потрясающий нежный вкус. Сначала шоколад, а потом карамельное послевкусие. Готовьте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание. До свидания.